МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что взять с собой в дальнюю дорогу, поведает автоконсультант. Мы находимся в Гальяно-Горбуновском массиве, рядом с магазином «Лидер». Довольно-таки известный магазин. И, я думаю, та ситуация, о которой мы сейчас будем рассказывать, значит, она известна многим автолюбителям. Потому что сколько было оштрафовано водителей, незаконно, нельзя даже сосчитать. Поэтому хотим пояснить ситуацию, которая сложилась рядом с этим объектом. Мы в населенных пунктах едем со скоростью 60 км в час. Едем в 60, знак 40 стоит, потом знак 20 стоит. Единственный тут вопрос в чем? Как действует дорожный знак ограничения скорости с величиной 40? Вот вопрос задал телезритель. Так вот, дело в том, что вот этот знак 40, он действует буквально до перекрестка. То есть я сейчас хочу показать буквально зону его действия. Под тем знаком, который установлен за магазином «Лидер», это с величиной 20 км в час стоит табличка 821. Это с величиной 100 метров и с двумя стрелочками зона действия. Если та табличка есть, зону действия она указывает у знака. Вот под этим знаком с величиной скорости 40 никакой таблички нет. Соответственно, вот этот дорожный знак действует с места установки, вот с этого места. И он действует буквально до перекрестка двух дорог, Черноисточинское шоссе. Вот это место, с этого места начинается перекресток, это закругление проезжих частей. Перекрестка Черноисточинское шоссе и вот эта вот дорога. Поэтому вот с этого места и до знака с величиной 20 км в час мы можем на самом деле двигаться 60 км в час. И мы даже не знаем, кого винить. То ли сотрудников ГИБДД, неправильно наложивших штраф на водителя, то ли водителя, который не может себя защитить. Ну а на самом деле нужна третья сила, это дорожные службы, которые могут исправить данную ситуацию. Буквально установить под знак с величиной 40 км в час табличку 8.2.1 с двумя стрелочками зона действия с величиной 100 метров. Всем интересно знать, как формируется цена на бензин на заправках. И почему бывает такая большая разница, доходящая порой до 5% на одной сети АЗС и по отношению к другой. Рынок можно разделить на два основных сегмента. Это вертикально интегрированные нефтяные компании, коротко ВИНКИ и независимые операторы. Вертикально интегрированные нефтяные компании зарабатывают на нескольких этапах. Первое – это добыча. Второе – переработка. Третье – это оптовые и мелкооптовые продажи. И четвертый – непосредственно АЗС. Заработав на первых трех этапах, четвертый становится не столь важным. Уже пятый месяц вертикально интегрированные нефтяные компании просто на заправках торгуют в минус. То есть убыточно для АЗС непосредственно, но не убыточно для самой компании. Поскольку на сегодняшний день оптовая цена равна практически розничной, независимым операторам приходится держать цены выше для того, чтобы хотя бы выжить в данной ситуации. Существует, конечно, еще один вариант – можно закрыться и не работать. А что будет, если закроются все независимые операторы? Очень печальные последствия – полная монополизация топливного рынка. Можно привести пример «Газпром», «РАО ЕС». Только благодаря независимым операторам топливного рынка существует возможность баланса рыночной стоимости, литра бензина. В стандартный набор автомобилистов входят такие неотъемлемые вещи, как аптечка, буксировочный трос, огнетушитель и знак аварийной остановки. Это позволит иметь необходимую вещь под рукой, а не ожидать помощи от проезжающих мимо водителей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok